Впервые в столице прошел марш электромобилей. В мероприятии приняли участие главы муниципалитета, правоохранительных органов, любители эко-байков и электрокаров. Мы с вами вместе на двор, да? Конечно. Вместе. Один поле не ловим. Да, мы должны... Я тоже один не смогу ничего решить. Поэтому мы с вами, молодежь, самое главное, мне приятно что-то, инициативу поднимать молодежь города. В парке здоровья собрались порядка 30 различных эко-скутеров и электромобилей. В сопровождении патрульных колонна проехала по магистрали от проспекта Мира до 12 микрорайона и обратно. Также по случаю первого в истории страны эко-марша организаторы подарили электробайк главному управлению внутренних дел столицы. Церемония передачи состоялась прямо на мероприятии с демонстрацией железного коня. Очень надеемся, что этот полицейский байк уже в ближайшее время приступит к патрулированию наших улиц и к ведению обеспечения безопасности. Друзья, аплодисменты. Уже впервые в истории Кыргызстана. Полицейский эко-транспорт. Основная задача такого мероприятия – показать, насколько экономичен данный вид транспорта и безопасен для окружающей среды. А глава муниципалитета сообщил собравшимся, что в скором времени будет построено три станции, предназначенные для зарядки электротранспорта. Мы всячески поддерживаем такие инициативы. Мы, город, тоже в этом году собираемся. Составили договор БРР о приобретении автобусов на ГАЗе. Это тоже, мне кажется, поможет городу. ГАЗе поможет, чтобы хотя бы элементарно воздух был чистый. Организаторы рассказали, что такой вид передвижения – это в первую очередь экологично. А на фоне роста цен на ГСМ еще и экономично. Если бензин мы измеряем в литрах, то здесь у нас заряд в сомах. Один заряд, к примеру, на эхобайке это обходится один заряд 10-20 сомов. На электромобиле он обходится 20-30 сомов. То есть, ну, как бы, вот и весь расход. И этой зарядки хватит на 100 от 60 до 100 километров. Владельцы такого вида транспорта говорят, что это может обойтись и дешевле. Особенно, если производить заряд аккумуляторов от простой розетки. Житель Бишкека-Нургазы приобрел эхобайк полтора месяца назад. И в хорошую погоду он с удовольствием пересаживается на него со своего автомобиля. Он, в принципе, как телефон, пользуетесь телефоном постоянно. Все, что надо, это подсоединить к розетке, заправиться. И все, в принципе, очень удобно. Я утром уезжаю, вечером приезжаю, например, воткну в розетку и все. Согласно исследованиям, именно автотранспорт является наиболее интенсивным источником загрязнения окружающей среды. Ежегодно общий объем выбросов достигает 180 тысяч тонн. И поэтому одно из направлений мэрии – введение в систему городского транспорта эко-дружелюбных и альтернативных видов авто.